Спасибо, Динара. Мы продолжаем нашу работу на первом центрально-азиатском медиафоруме, который проходит в эти дни в столице. И продолжаются сессии. Сегодня собрались медиа-менеджеры Центральной Азии, экспертные сообщества и представители международных организаций. Ответить на наши вопросы согласился генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев. Салемецпе, здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо за согласие ответить на наши вопросы. Сегодня второй день медиафорума. Продолжаются разные панельные сессии, в том числе сессия международной организации «Мостсотрудничество». В ней как раз вы принимали участие непосредственно, были спикером. Расскажите, пожалуйста, поделитесь впечатлениями и расскажите о своих главных месседжах, которые вы хотели донести. Спасибо. Во-первых, я хочу сказать, что в последнее время Казахстан и Астана становятся центром региональной международной политики. Я там об этом говорил. Именно в Казахстане происходят очень большие глобальные мероприятия, потому что инициатором идеи является Казахстан. Потому что я думаю, Казахстан имеет на это моральное право, потому что Казахстан находится в центре Евразии. И Казахстан стал как бы камертоном сегодняшних вопросов, проблем. Сегодняшний форум тоже имеет особое значение, тем более это форум центральный азиатский регион. Это первый знаковый мероприятие. У нас идут интеграционные процессы в политике, экономике, геополитике. Именно информационным пространствам мы нуждаемся в интеграции, потому что мы должны знать друг друга больше. И информационные наши сообщества должны играть и дать новые посылы. Центральные азиатские народы, из поклон веков мы жили по своим, как говорится, меркам. Доброе естество было самым главным посылом. Мы друг другу понимали, друг другу уважали. И вот сейчас в современном мире есть термин мультикультуризм. Мультикультуризм центральных азиатских республик, это было давно-давно. Поэтому мы должны сохранить и приумножить, внести свою лепту, свою коррективу в этой части. Сами знаете, сейчас в мире, как говорится, там в мире творится то, что... Разного рода вызовы и так далее. Да, вызовы там, геополитические, разного рода вызовы. Поэтому мы должны быть готовыми к этому вызову. Подскажите, каким образом мы должны быть готовы? То есть какие-то инструменты для... Я вижу, знаете, главные альтернативы к этому вызову, это единение тюркских народов и центрально-азиатских народов. Потому что лучше этого варианта, альтернативы нету. Поэтому, значит, мы должны быть готовы, мы должны быть вместе и отвечать на всякие вызовы современного мира. Да. У тюркского мира богатая история, прекрасное наследие, которое там охраняется, в том числе ЮНЕСКО и нашим фондом тюркской культуры и наследия. Очень многое делается, особенно в последние годы, для приумножения этого богатства. У Тюрксой тоже достаточно богатая история. Это организация, которая зарекомендовала себя как институт по сохранению этого наследия. И в следующем году организация празднует 30 лет. Достаточно большой. Такой рубеж серьезный, большое количество времени. Подведите какие-то итоги вот этого 33-я. Мы же ведь можем уже сейчас, в декабре, об этом говорить. В следующем году мы отмечаем 30-летие международной организации с Турксой. Кстати, Турксой создана именно в Казахстане, в Алмате, подписана, значит, в Алмате. И, значит, опять же, Казахстан, как бы, как бы, она становится локомотивом всяких, не всяких, а самых креативных, рядовых идей, да. Поэтому, значит, Турксой это особая организация, это культурная организация, организация культурного сотрудничества, да. Мы, значит, Турксой является первой организацией, которая создана в туркском мире. Мы не политическим соображением, не экономическим, не геополитическим соображением, а мы объединяемся именно в культуре. У нас язык един, культура един. Это главный фишка, так скажем. Главный посыл, да. В мире нету таких организаций, ну, по-моему, да. Но это, значит, это, прежде всего, это наше уважение к своей истории, к своим истокам, к своим богатым наследиям, да. И поэтому мы продолжаем те, значит, задания, те, значит, как бы цели, которые ставили перед нами наши предки, да, предки, отцы. И, я думаю, в этом месте очень такой созидательная, созидательная культура была и будет, значит, камертоном, да, наших отношений. Поэтому, значит, мы имеем 30-летний опыт и Турксой показал, что это самая-самая живучая организация. Потому что наша платформа основана на культурной политике Туркского мира. И мы развиваем, значит, вместе, значит, друг друга поддерживая, значит, развивается наша культура, это культура туркских народов. И один из главных миссий нашей организации, это популяризация туркских, культура туркских народов и популяризация не только в рамках туркского мира, но и по всему миру. Значит, в этом году мы отмечаем 30-летие, я недавно был в Париже, там выступал. И именно хотим показать современный, как бы, спектр, да, культуры туркского мира, хотим показать в Париже, в ЮНЕСКО, в Нью-Йорке, Организации Объединенных Наций, да. Потому что мы носители великой культуры, в том числе Казахстан. Казахстан – это мощная страна в духовном плане, да, и много чего делается. Это, конечно, показатель того, что у Казахстана начинается новая эра, новый Казахстан, открываются новые страницы казахской истории, да. И один из ярких примеров форума. Да, вот вы хорошо отметили по поводу популяризации наследия, и как раз вот почему мы находимся, почему международные организации и ее представители на медиафоруме выступают. Потому что, как вы уже отметили, это уже очень связанные вещи, и невозможно развивать культуру отдельно от медиа, отдельно от социальных сетей. И это же один из новых вызовов. Почему вы здесь? Мой вопрос в том, что как вот эту популяризацию тюркского наследия через новые инструменты продвигать? Да. Ну, я сказал бы, что медиа и культура – это односелое, понимаете, это гармоничное, значит, развитие общества, стран, значит, культура, допустим, информация – это отдельная сфера, и культура тоже, мы едины в том, что мы хотим через медиа, через информационных источников популяризировать свою культуру, да. То есть это статьи, программы? Да, 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 да. Это не только статьи, но и фундаментальное изучение, системное, значит, изучение наших культурных всеенностей, которые мы имеем, да. В этом деле пресса нам помогает, да. Это и созидательное… Блогерное сообщество. То есть показывать историю и наследие через тикток, какие-то другие платформы. Да, и, значит, у нас в последнее время поднимается вопрос о создании единого канала тюркского мира. Да, как раз мой следующий вопрос. Да, и этот вопрос тоже, значит, несколько раз поднималось. Ну, вы знаете, у нас есть политические, экономические и интеграционные процессы, да, и мы должны, вот для нас архиважен этой информационной интеграции от тюркских стран, но должно быть конкретный механизм, просто не говорильный, а должно быть механизм этого, значит, этого направления, да. Поэтому мне видится, что об этом мы обсуждали, говорили, вот тюркестанский телесентр мог бы стать центром, значит, телевизионным центром тюркского мира, потому что город Тюркестан является духовной столицей тюркского мира, город Тюркестан имеет на это полное моральное право, да, и мы тоже, вот, допустим, я лично поддерживаю эти идеи, я несколько раз был там, изучал материальные технические базы, да, в этом направлении работа уже идет, да, по созданию центрально-азиатского тюркского общего телеканала, который будет вещать на языках тюркских народов, да, да, поэтому, значит, если мы создадим вот такой медиа-центр, медиа-центр, это даст новый толчок в отношениях туркишского народа, и мы будем едины не только в политике, но и информационной в поле, потому что информация сейчас, вы знаете, имеет огромный мощь, даже трехкратный мощь, чем современное оружие, да, поэтому, значит, роль СМИ сейчас действительно очень актуальна. Отлично, еще нужно, думаю, поговорить про тюркское видение 2040, вот такая была программа заявлена, очень много о ней говорится, тоже большие планы, в том числе по созданию общего алфавита, основанного на латинской графике, фонда инвестиционного и так далее, можете рассказать нам немного об этом поподробнее, потому что вы знаете кухню, да, спасибо. И вклад Турксой в этом видео. Да, сейчас вот международная организация Турксой работает над концепцией Турксой 2040, это сопряжение этих двух инициатив, это сопряжение этих двух инициатив, да? Да, 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 это является как бы дорожной картой именно в области культуры туркского мира, и, значит, разработан, сейчас мы на стадии разработки, мы разработываем, участвовать эксперты, экспертные сообщества из стран туркского мира, мы должны в любом случае видеть четкую позицию, четкое видение должно быть у нас не только просто, понимаете, проведение... Да, чтобы это не было формальности. Да, разных мероприятий, да, но мы должны иметь, она должна иметь фундаментальный характер, системный характер, да? В этом и отражена, значит, вся суть, и вся идея, и философия уже туркского мира. И я думаю, она будет как бы яркой дорожной картой, потому что мы видим, вот, 2040, да, значит, в этом сроке, в этом периоде, мы видим, как будем, как говорится, степ-бай-степ дальше идти вперед. Будут ли учитываться вызовы, которые в следующих годах появятся, то есть, как бы мы вот за 10 эти лет уже видим, да, большие трансформационные изменения в диджитал-сфере, в геополитике и так далее. Будут ли какие-то предусматриваться вот эти моменты? Конечно, конечно, с учетом сармейных вызовов и, значит, с учетом сегодняшнего требования, конечно, мы будем ориентироваться на это. Да, и эта концепция даст нам быть готовыми на всякие вызовы мира, да. Поэтому самая главная основа, основная идея, значит, концепции, это единение через культуру, развитие через культуру, сохранение, значит, самообытность стран Туркского мира через культуру. И последний мой вопрос. В 2023 году какие нам ждать от Турксой мероприятия, открытие памятников, может, какие-то подробности нам расскажите? Ну, я скажу, да, мероприятия, открытие памятников, это, конечно, хорошо, но мы сейчас работаем над фундаментальными вопросами, значит, чтобы она работала на будущее, не на сегодняшний, не разовый, понимаете, системный должно быть. Поэтому сейчас во всех странах мы работаем, мы активизировали работу по всем странам Туркского мира. И как бы эпицентром культурных событий будет и Казахстан. Потому что мы отмечаем свои 30-летие, именно дадим старт именно в Казахстане, именно в Алма-Ате. Потому что в 1903 году, 12 июля, создана наша организация. И это логично, дадим старт именно в Казахстане. Рахмед Большой, Султан Акимов, спасибо за уделенное время. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, что о тюркском наследии и популяризации его через медиа мы поговорили с генеральным секретарем Турксой, Султаном Раевым. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин